Стена. Пятеро в комнате. Он, она и трое детей. От двух до семи. Пятеро молча глядят на покосившийся стол у стены. На стене пятно, след от телевизора. Когда он несколько лет стоит на одном месте, его живое тепло рано или поздно рождает пятно. Они этого раньше не знали. Когда есть телевизор, смотрят на экран, а не на пятно за ним. Не подрезревали они и того, что от вида покосившегося стола и оставленного телевизором следа будет такая тоска на сердце. Его зовут Джон, ее Эйлен. Фамилия у них Джонс. Да и остальное у них обычно. И сейчас, восемь лет спустя, после свадьбы, Эйлен, как была тонкой, хрупкой, красивой, такой и осталась. А небольшого роста, коренастый Джон, никогда не слыл очень уж видным парнем. Хотя постоять за себя всегда умел. Говореном его тоже не назовешь. Что Эйлен в нем нашла, она и сама не знает. Но когда она впервые увидела Джона, то сразу поняла. Быть им вместе. Он только что списался с корабля, а на другую работу пока не устроился. Плавал на грузовом судне, ходившем в Канаду. Неплохо зарабатывал. Но заскучал, потянуло домой. В общем-то, Джон мечтал стать чертежником. Но когда закончил школу и хотел пойти учиться чертежному делу, мать сказала, что хватит валять дурака, пора самому кормиться. Устроился грузчиком на угольный склад. Потом работал на бетономешалке. Подмастерьем в столярной мастерской. Сборщиком на заводе. Джон не боялся работы. Он и после смены всегда что-нибудь мастерил. Прилаживал, красил. Свадьбу сыграли скромную. Предстояло обзаводиться утварью. Да и на черный день стоило отложить фунт другой. Говорила практичная Эйлин. Поселились в тесной квартирке муниципального дома на рабочей окраине 150-тысячного промышленного города Миддлсборра. На севере-востоке Англии. Тут они выросли. Здесь у них пошли дети. Жили как все. Джон не упускал случая заработать сверхурочные. Но каждый пенни в доме был расписан. Лишь раза два в месяц он позволял себе зайти с приятелем в паб пропустить по кружке пива. А также он проводил время больше дома, по хозяйству. Когда выпадала свободная минута, любил посидеть у телевизора. Жене тоже доставалось. Только успевай поворачиваться. Когда родился мальчик, он был уже третьим, до него появились две девочки. Эйлин совсем сбилась с ног. Всех накорми, общей, убери обычные дела. Черный день не заставил себя ждать. Джона рассчитали. Автоматизация. Он довольно быстро нашел новую работу. С его квалификацией тогда это казалось нетрудно. В семейство в то время не успело даже залезть в долги. Но вскоре Джон снова оказался на улице. Производство сокращали. И на этот раз он сумел устроиться. Потом это стало повторяться так часто, что когда Джон подсчитал, не поверил, из восьми лет семейной его жизни, четыре года он сидел без работы. Но и в этом он ничем не выделялся. С другими было то же самое. Пошли трудные времена, говорили в их Миддлсборо. Вот уже ровно год, как Джон не может найти работу. В Миддлсборо в таком положении, как он, чуть не каждый десятый. А по всей Англии таких, как он, сейчас официально насчитывается миллион. На самом деле миллион с четвертью. Джон Джонс может требовать. Возмущаться. Кричать. Его гнев и крики тонут в этой статистике. Бьются об нее. Как о стену. Для его рук просто нет дела. Джон по-прежнему встает в шесть утра. Иначе он не может. Завтракает. Кладет в сумку, приготовленную Эйлен, сэндвичи. Все как раньше. Торопливо уходит из дома. Не опоздать бы. И только оказавшись на улице, сознает, что торопиться некуда. И тут горлу подступает обида. Постепенно она переходит в ярость. Такую, что можно задохнуться. Так проходит полчаса, час. Джон чувствует себя глубоко разбитым. Будто отработал тяжелую смену. Усталый, подавленный. Он идет к бирже труда. Ее здесь называют бюро по вопросам занятости. В этот час дверь еще закрыта. Но народу уже порядочно. Вместе с другими он томится у входа. Люди молчат. Переминаются с ноги на ногу. Курят. Когда дверь отворяют, каждый несется по лестнице. Стараясь оказаться первым. Очередь движется быстро. Ответ для большинства краткий. Ничего нет. Получив свою порцию разбитых надежд, Джон уходит равнодушный, опустошенный, а потом бесцельно слоняется по улицам. Глаз его ни на чем не останавливается. Ни на потоке машин, ни на витринах, ни на озабоченной безликой толпе. Обнаружив знакомое лицо, старается незаметно перейти на другую сторону. Видеть никого не хочется. Разговаривать мука. Затем, устроившись день быть на скамейке, съедает сэндвичи и снова плетется по городу. Главное выиграть время. Любой ценой оттянуть худшее, что предстоит за день. Возвращение домой. Первое время, когда он стучал, все кидались к нему. И Эйлин, и дети глядели ему в лицо. Искали признаки надежды. Теперь, отворяя дверь, Эйлин отводит глаза в сторону. Дети не бросаются навстречу ему. Прежде, после целого дня блужданий по городу, Джон долго и тщательно мылся. Теперь глава семьи едва споласкивает руки и садится перед телевизором. Услышав приглашение Эйлин обедать, неохотно поднимается со стула. Общие обеды ему все больше в тягость. Он не может видеть, как бережно разливает Эйлин по тарелкам суп, как жадно съедают его ребята. В доме нет голода, но каждый кусок на счету. Однажды Джон не выдержал. Ты что, не можешь досото накормить детей? Эйлин сорвалась. На какие деньги? Ты же знаешь, что из 14 фунтов пособия по безработице половину надо отдавать за квартиру, свет и уголь. А на что я куплю башмаки ребятам? А долг, что мы выплачиваем? А плата за телевизор? С ней случилась истерика. Она стала швырять чашки о стену. А потом, несколько дней, беспрерывно плакала. Как-то Эйлин бросила в сердцах. Другие где находят работу, а ты чуть не каждый день торчишь в этом проклятом бюро и ничего не можешь там добиться. Джон побледнел, но ничего не ответил. Сдержался. Утро следующего дня он попросил Эйлин пойти вместе с ним. Она вначале отказывалась. Сказала, что погорячилась, и Джону, мол, не надо на нее обижаться. Но он настаивал. По выражению его лица Эйлин поняла, что на этот раз спорить не следует. Она надела лучшее из того, что осталось в ее скудном гардеробе и отправилась с ним на биржу. Они пошли по знакомым улицам Миддлсбора, испытывая странное чувство. Вспомнилось, как в свое время они бродили по этим же улицам, полные, не укладывшиеся в слова нежности. Вспомнили, как по часу стояли у ее дома, не в силах расстаться. Как он первый раз в жизни шел к ней с цветами, и ему казалось, что все на него показывают пальцами. Но душе у них потеплело. Эйлин прижалась к Джону, как в былые времена. Так, взявшись за руки, они, как все, молча простояли в очереди на бирже, услышали ежедневное «Для вас ничего нет» и, пройдя через это чистилище унижений и отчаяния, выскочили на улицу. С того дня Эйлин переменилась. Она больше ни в чем не упрекала мужа, да и он старался не выходить из себя. Когда же становилось невмоготу, усаживался перед телевизором и смотрел все подряд. Футбол, дискуссию о проблеме облысения, уроки, языка, урду. На биржу Джон теперь не торопился. К чему? Все равно ничего нового ему там не скажут. Когда из компании, где они арендовали телевизор, пришло предупреждение, что если плата не будет внесена в срок, аппарат увезут. Семейство Джонсов не придало этому большого значения. Неоплаченный счет, что за новость? У этих коммерсантов дурная привычка пугать людей. Ничего, подождут. Из компании прислали еще одно письмо. В нем было сказано, что после обеда придут за телевизором. И после этого они еще не верили в такую подлость. Но все время напряженно прислушивались к каждому шороху. Как все было дальше, расскажет лондонская газета Daily Mirror. Эта газета первой поведала невеселую историю Джонсов. Для сегодняшней Англии историю в целом ничем не примечательную. Стук в дверь, Эйрин бросается к окну. Там этот человек, что пришел за телевизором. О, Господи, все-таки это случилось. Сегодня. Она смотрит на Джона. На лице у нее вымученная улыбка. Крупный мужчина в желтой куртке идет прямо к телевизору. И выдергивает из штепселя шнур. Он ставит аппарат в машину и уезжает. Туда, туда, туда унесли все, что оставалось у моего Джона. Смеркается. Но Джонсы не зажигают свет. Все пятеро Джон и Эйлен, две девочки и маленький мальчик, как загипнотизированные, глядят на покосившийся стол. где только что был телевизор и на расплывающиеся в сумерках пятно на стене. Все молчат, дети не плачут и ничего не просят. И это хуже всего. Миддлсборо. Декабрь 1971 года. Глава из книги «Британия великая и малая». Автор Виталий Кубыш. Редактор субтитров